Диспетчер принимает машину, взвешивает её, и потом она проходит, распределяет её на бытовой мусор и на крупногабаритный мусор. То есть крупногабаритный мусор перерабатывается, там стоит техника. Потом заходит сюда машина, вываливает мусор. Погрузчик потом цепляет этот мусор и высыпает его в пакет-разрыватель Матисон. Вот он есть. Неторопливо по конвейерной ленте бытовые отходы ползут туда, где их рассортируют на полезные, которые можно переработать, и сравнительно безопасные, которые могут перегнить в картах мусорного полигона. С начала эксплуатации с ноября 2017-го Балаковский мусороперерабатывающий комплекс произвёл обработку 30 тысяч кубических метров коммунальных отходов. Это один стандартный контейнер на обычную балаковскую семью. Показатель отбора отсортированных в процессе обработки вторичных ресурсов превысил 250 тонн. Выбирают на заводе 16 видов фракций, которые долго разлагаются и при этом могут использоваться вторично. Мы выбираем стекло, потом пэт-бутылки разных видов. Как можете видеть, цветной пэт, прозрачный пэт. Пэт из-под молока, пэт из-под масла, также канистры из-под масла мы выбираем. То есть, выбираем уже, остаётся уже на выходе тот мусор, который уже перегнивает. То есть, стараемся принести минимальный ущерб окружающей среде при утилизации отходов. Современный комплекс, построенный в рамках концессионного соглашения с правительством Саратовской области, принимает твёрдые коммунальные отходы из Хвалынска, Вольска и Балаковского района. Результаты работы предприятия показывают, что уже за первые 30 дней комплекс отсортировал по одному килограмму вторичного сырья на каждого жителя обслуживаемых территорий. Каждый сортировщик свою фракцию берёт. А то, что они выбрали, оно уходит у нас в контейнера и захоранивается на полигоне ТБО. Объём мусора после обработки, уплотнения и прессования на карте полигона уменьшается в 10 раз. Трудятся на предприятии в основном женщины. Они сортируют отходы по фракциям. Мужчины – подсобные рабочие, а также водители погрузчиков. Коллектив состоит из 20 человек. Это преимущественно сельчане из ближайшей Ивановки. Как известно, в сёлах с работой сложно, а здесь и зарплата приличная, и полный соцпакет, и забота о будущих поколениях.